Сегодня мы поговорим о таком устройстве как диск релея. Он предназначен для измерения интенсивности звуковых колебаний. Но для того чтобы понять как он работает мы начнем с совсем простого опыта. Здесь на оси закреплен круглый диск, он может свободно вращаться на оси и я расположу его почти горизонтально. А теперь включаем фен и диск немедленно разворачивается поперек к струне. Давайте разберемся, почему так происходит. Рассмотрим наклонный диск, обтекаемый воздушной струей. Позади, за острыми кромками диска, возникает застойная зона со слабыми вихревыми течениями. А течение перед диском устроено следующим образом. В верхней части диска имеется точка стагнации, в которой струя практически останавливается. А остальные натекающие струи обтекают диск сверху, снизу и по бокам. По принципу Бернулли давление вблизи точки стагнации максимально и где-то в ее окрестности находится так называемый центр давления, к которому приложено равнодействующее всех сил давления действующих на диск. Поскольку диск симметрично закреплен на оси, равнодействующая сил давления разворачивает его поперек струи. Теперь диск обтекается симметрично и устойчиво пребывает в таком положении. А теперь я покажу, как работает настоящий диск крылея. И для этого мы собрали вот такую установку. В нижней планке закреплен ультразвуковой излучатель, который работает на частоте 40 кГц. А над ним на тончайшей капроновой ниточке подвешен легкий пеноплексовый диск диаметром 5 мм. Когда мы включим излучатель, от него пойдет бегущая звуковая волна и мы посмотрим, как диск будет реагировать на эту волну. Проведем испытание. Сейчас диск висит почти вертикально. Подадим напряжение на излучатель. 1 вольт, 2, 3, 4, 5. Диск уже заметно развернулся. 6, 7, 8, 9, 10 и диск завис почти горизонтально. А теперь сбрасываем напряжение. И диск вернулся в исходное положение. Диск релея, конечно же, реагирует и на звуковые волны слышимого диапазона. Подадим на динамик сигнал с частотой 250 герц и включим его на полную громкость. Диск отклоняется, но не так сильно. Ультразвук в предыдущем опыте был очень громким. Хорошо, что мы его не слышим. Так почему же диск релея разворачивается поперек звуковой волны? Точно так же, как диск, который мы обдували феном. Ведь там струя дула с постоянной скоростью, а здесь воздух колеблется туда-сюда. Причем смещение частиц воздуха гораздо меньше размеров самого диска. И при этом обтекание диска происходит плавно, без всяких завихрений. Дело в том, что обтекание диска происходит симметрично. Когда воздух движется вправо, зоны повышенного давления образуются и на передней, и на задней стороне диска. Когда воздух движется влево, эти зоны остаются теми же самыми. Так что в какую бы сторону не двигался воздух, на диск действует момент силы, разворачивающий его поперек направления распространения звуковой волны. И поскольку при обтекании диска давление и скорость связаны уравнением Бернулли, то получается, что действующий на диск момент пропорционален квадрату акустической скорости. Но с другой стороны, по определению, интенсивность звука также пропорциональна квадрату акустической скорости. Отсюда следует, что действующий на диск вращающий момент пропорционален интенсивности звука. А значит, диск релея можно использовать для прямого измерения интенсивности звука. А в заключение мы покажем еще один опыт, для которого собрали вот этот ультразвуковой вибратор. Его основу составляет ферритовый стержень, который колеблется с частотой 42 кГц на третьей продольной гармонике. Теперь я нанесу на его конец каплю воды и приложу вот эту пробирку, в которой в воде размешана алюминиевая краска серебрянка. Давайте посмотрим, что у нас при этом получится. Как только пробирка коснулась капли воды, в пробирке появились светлые и темные пятна. Почему же это происходит? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!